МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире историческая ложь Гильермо Караманян, закулисье Арцаха, неучтенные уроки истории, сыны Западной Армении Нерон Мелкумян. Кремль подтвердил проведение переговора с США и Евросоюзом по Арцаху непосредственно перед началом военной операции ПАКУ. Алиев отказался от встречи в Гранаде. Указана причина. Арман Царукян победитель турнира по грепплингу. На данный момент коренной народ Арцаха, известный на Западе как Нагорный Карабах, где живущие уже более 8 тысяч лет армяне, пытаясь спастись в результате геноцида, развязанная Азербайджана, вынуждены покидают свои земли, дома, кварталы, учреждения. И отчаянно ищут пристанище в республике Армении и не только. Это происходит под пристальным взглядом цивилизованного мира, который, как зритель, наблюдает, как суверенный коренной народ при попустительстве великих геополитических держав, которые ради мелких интересов денег и власти бездействуют, придавая неизменные принципы и ценности человечества. Арцах, Нахадживан и все наши западноармянские земли должны быть освобождены и возвращены Армении. Хватит лгать. Арцах не был и является частью территориальной целостности Азербайджана. Арцах – это Армения. И хотя он, как и все армяне, находящиеся в так называемой армянской диаспоре, в результате турецкого геноцида против нашего народа, юридически находился за пределами республики Армения, сегодня Арцах юридически принадлежит республике Западная Армения. И его народ вернется на свои земли вместе со всеми армянами мира, требующими справедливости. Доктор Вильям Караманьян, генеральный консул Республики Западной Армения в Аргентинской республике. Согласно заявлению от 9 ноября, российские миротворцы должны пребывать в Арцахе до 2025 года. Однако из Кремля заявляют, что неясно, какая судьба и ждет ближайшее время. Пресс-секретарь Путина на днях уточнил только одно. Будущий договор должен быть подписан между Баку и Россией. Говорить о том, что будет дальше с российской миротворческой миссией в Арцахе, сложно, поскольку речь идет о действиях на территории Баку. Мы обсудим это с Баку, отметил Песков. Мишенью сделанного Баку в Арцахе за последнее время была именно Россия. Своими последними действиями Баку нанес России несколько пощечин. В первую очередь Баку воспользуется сложившейся ситуацией и попытается добиться вывода российских миротворцев из Арцаха. Перед началом последней агрессии Баку против Арцаха Путин во Владивостоке заявил, что Россия должна обеспечить безопасность мирного населения Арцаха. Своими действиями Баку стремился показать, что Россия этого сделать не может. Более того, азербайджанцы расстреляли и российских миротворцев, в том числе заместителя командира. В Арцахе остались те люди, которые после 44-дневной войны вели переговоры с соответствующими российскими службами. Помимо моральной стороны вопроса, азербайджанцы могут получить информацию от арестованных руководителей Арцаха, сообщенную ранее России, о которой Баку мог не знать. При этом в обмен на это Баку может получить от Москвы козыри, которые будет использовать против армян. Полная статья доступна на нашем сайте. 29 сентября армянские войска уже отступали из Саракамыша и Казани. В Армении начинается мобилизация мужчин до 37 лет. Также за дезертирство устанавливается смертная казнь. 14 октября армянские силы предпринимают контратаку. Губернатор Ширака Каарус Сасуни пишет, что армянская армия насчитывала около 12 тысяч человек, по другим источникам около 8 тысяч. Армяне не имели полноценного представления о турецких силах. Сасуни пишет, что по данным генерала Силикяна, численность турецкой армии составляла не более 4 тысяч человек. Только после начала атаки выясняется, что у турок было гораздо больше сил. Во время нападения выявляются судьбоносные недостатки управления армянскими войсками. Каарус Сасуни пишет, что несколько войскных частей начинают отступление с опозданием на 5 часов, в результате чего остальные не могут закрепиться на взятых позициях. И турки перегруппировав силы берут инициативу в свои руки. То же утверждает и министр опеки Арташе Сбалаян. После падения Карса армянская армия, хотя и не была полностью уничтожена и сохранила значительные силы, находясь в тяжелом морально-психологических условиях, продолжала отступать. Дезертирство достигает больших масштабов. 7 ноября Карабекир предлагает перемирие, которое скорее было ультиматумом. Полная статья доступна на нашем сайте. Сыны Западной Армении Нерун Милкумян. Нерун Милкумян во время 44-дневной войны 2020 года был командиром 1-го взвода 8-й роты 3-го стрелькового батальона Джиракана. Командиром 7-й роты был назначен на 10-й день войны. Основной удар противника был нанесен по позициям оборонительного района 3-го батальона. 27 сентября 2020 года в 9-м оборонительном районе Джиракана удалось 6 ночей и 7 дней противостоять атаке в несколько раз превышающих азербайджанских вооруженных сил, нанеся врагу большие потери. После падения Джиракана 3-й батальон участвовал в оборонительных боях на высотах Хуртхат Тутакнер Гадрукского района в защите села Шехер Мартунинского района. После 44-дневной войны старший литерант Нерун Милкумян был награжден медалью за боевые заслуги. Нерун родился в селе Сарки-Сашен Мартунинского района. Окончил исторический факультет Государственного университета Степанакерта. До службы в сельских школах Сарки-Сашен и Тагаварт преподавал историю. После 44-дневной войны 2020 года села Сарки-Сашен Мартунинского района перешло под контроль Азербайджана. Семья Милкумян переехала в Степанакерт. Нерун продолжил службу. После азербайджанского нападения 19 сентября 2023 года с 24 сентября началась насильственная депортация арцахцев. Девятимесячная блокада со стороны Азербайджана привела к проблеме с топливом. 25 сентября на территории прилегающей к автодороге Степанакерта Аскерам произошел взрыв. Погибли десятки арцахцев, один из которых был Нерун Милкумян. 2 октября в военном пантеоне Ераблюр неподдалеку от могилы командира 3-го батальона Давида Назаряна в последний путь проводили Нерона Милкумяна. На церемонии захоронения присутствовали боевые товарищи солдаты 3-го батальона офицеры. Нерона Милкумяна было 36. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил о проведении трехсторонней встречи США, Евросоюза и Российской Федерации накануне военной операции Баку в Арцахе, отметив, что подписанные детали этой встречи не соответствуют действительности. Не совсем так, как это описывается. Там много неточностей, много ошибок в этом материале. Определенные контакты по Арцаху действительно были. При этом Песков подчеркнул, но это не те переговоры, о которых там написано. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что представители Евросоюза США и Российской Федерации встречались в Турции для обсуждения ситуации в Арцахе. Однако ничего секретного в самом факте этих контактов не было. Насчет секретных я не знаю. К нам обратились США и Евросоюз инициативно. Попросили провести встречу, я бы сказала провести какие-то контакты. Цель встречи была обозначена и в ходе встречи стороны обменялись точками зрения на ситуацию. Вот и все. Издание «Политику» писало, что представители Евросоюза США и России провели секретные переговоры в Стамбуле 17 сентября в рамках усилий по оказанию давления на Баку, чтобы положить конец девятимесячной блокаде Анклава и позволить колоннам гуманитарной помощи из Армении пройти. Русским не была нужна разблокировка коридора, который мог бы привести к международному въезду в Арцах. Коридор должен был действовать в одностороннем порядке с целью депортации коренного большинства. Баку отказался от запланирования на 5 октября в Гранаде пятисторонней встречи. Как сообщает АПА, были представлены причины отказа Баку от участия во встрече. Баку предложил Турции принять участие во встрече и настоял на этом. Однако эта возможность по определению издания не была создана и Франция, и Германия выступили против. Издание пишет, что в предложенном Баку в пятистороннем формате Армения, Азербайджан, Франция, Германия, Евросоюз сформировалась якобы антиазербайджанская атмосфера. В качестве причины отказа от встречи также отмечается якобы неконструктивное поведение Франции. Баку не видит необходимости обсуждать региональные проблемы со странами далекими от региона. Отметим, что 5 октября в Гранаде состоится саммит европейского политического сообщества, в рамках которого планировалась пятисторонняя встреча. Арман Царукян восьмой номер рейтинга UFC в легкой весовой категории опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал, что он одержал победу в турнире по греплингу. Мечта детства написал Царукян, прикрепив фотографию с пятистала. Напомним, в последнем поединке Царукян встречался с представителем Бразилии Жоакимом силовой. Бой длился два раунда и закончился досрочной победой Армана техническим нокаутом. В общей сложности на его счету 23 поединка в смешанных единоборствах, в которых 20 побед, 8 нокаутов и 3 поражения. И в завершении новостей послушаем песню в исполнении Гаи Арзуманян Карутумемкес Арцах. КАРОТУМЕНКЕЗ АРЦАХ ИМНТУНУТЕК КАРОТУМЕНКЕЗ МТКОВА ЦЛУМАЙТЕК Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! КАРОТУМЕНКЕЗ